На сегодня ловятся подусты, завтра вот лещи. Да, что ни день, это новая рыбалка. И сегодня мы снова на Десне, в этот раз в разгар дня. И собрались мы опять-таки поймать подустов, ези и головлей. Ой, по-моему, кто-то там пахнет. Кто-то рубает так, что просто понеслось. Прошло немного более получаса, как мы его кормили опарышем. И вот он пришел и сразу-сразу-сразу просто удолбал фидер. У него опять удочка слетает с подставки. Но мы пока поговорим, пусть он... Ой, 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 не, наверное, подсекай будет. Рыболовный привет! Десна, встречай, мы снова у тебя на берегу. И наша цель поймать подустов, езей и головлей. Опарыши с нами, хорошее настроение с нами. Сейчас мы уже в разгар дня, в обеденное время. Посмотрим, насколько будет благосклонна к нам река сегодня. Начинаем! Это у нас разновидность наживки. Мы используем сегодня только опарыши и пинок. Все, что осталось в соревновании, больше у нас ничего нет. Корм. Горох немного при кормке, в котором ползают опарыши, случайно туда попавшие. Собственно, и все, что у нас есть сегодня из угощений для рыб. Да, на самом деле, я когда-то ловил головлей очень успешно на лягушек. То есть, этих лягушек мы ставили на крючок, привязывали к какому-то бревну у берега, и оставляли на мелком перекате. Так мы рыбачили в Карпатах. И на утро, я вам скажу, попадались очень большие головли. Правда, конечно, одевать жабу на крючок – это занятие не самых приятных. Поэтому от такой рыбалки я очень быстро отказался. Вот так вот лежат опарыши на дне. Как видите, они вообще не шевелятся. Вот где-то так же выглядит наше прикормочное пятно на дне. Красота. Сегодня мы с папкой на рыбалке. У нас одна удочка на двоих. Сейчас я немного раскормлю подустиков. Вот когда они начнут клевать, мы будем периодически меняться. Хотя с такой рыбалкой одной удочки просто за глаза. Так, а это первая наша рыба сегодня. Красноперая устьера. Или просто устьера. Красивая. Соблазнилась на пучок пинок. Такая грамма в сто, наверное, может больше. В десне рыба на самом деле, она такая какая-то очень светлая, очень яркая, очень красивая. Обожаю рыбачить на десне. Но сегодня, как вы заметили, у нас вообще нет места или емкости для хранения рыбы. Всю рыбу мы сразу же отправляем в воду. Нам она не нужна. Мы приехали сюда за эмоциями. И если вы разделяете наш подход, с вас лайк этому видео и история о том, как вы отпустили свою самую первую рыбу. Мне будет очень интересно прочитать. Очень такое уютное место. Но здесь нехорошо. Можно спрятаться от ветра за каким-то поворотом. Найти себе участок рыбный. Что мы и сделали сейчас. Течение сумасшедшее. Ждем момента, когда придут к нам на точку подуста. Опять кто-то теребит наживку. У нас очень жесткий фидер-гам такой. Снасть вообще на деснянских монстров. Поэтому мелкая рыба, она банально вешается и не может сдвинуть кормушку с места. Как следствие, поклевка заканчивается дрыг-дрыгом. А кто-то есть. О, и так еще даже кто-то вроде не самый маленький. Да, вы что? Десна непредсказуемая речка. Ой. Тут может быть все что угодно. Сегодня ловятся подушки, завтра лещи. Ну, это еще такой неполноценный лещ. Это подлещ. Но все равно. Красавец какой. Опарышевый гурман. Вот такой вот. Да, что ни день, это новая рыбалка. Вы. Пока-пока. У нас какое-то нашествие густеры. Она клюет просто в заброс. Но между ней залетел такой приятный деснянский подлещик. Сопливый-сопливый. Я он весь в этой слези и на кепке, и на футболке. Он, естественно, выскальзывал, пока мы его пытались снять. Но ничего, ждем подустов. Буквально еще вчера отлично ловились подусты, и другой рыбы просто не было. Вот прошли сутки, и на этом месте совершенно другая рыбалка. Да, мы сейчас немного в другое время, но тем не менее, насколько десна она разнообразна и переменчива. Нужно угадать не только с местом, но еще и со временем. Такая вот густера не дает нам поймать воду саму. С одной стороны, это очень хорошо, что она здесь, а с другой стороны, не совсем. Я надеюсь, что спустя какое-то время более крупная рыба вытеснит густеру, и мы насладимся рыбалкой деснянских таких вот упорных рыб с интересной формой рта. Также интересно течение здесь разной силы. Вчера, ближе к вечеру, оно было такое достаточно стремительное. Приходилось использовать кормушки 230-250 граммов. Вот, и сейчас 180 в принципе стоит, и можно на 10-15 граммов еще уменьшить, уменьшить вес кормушки. Но, может, в этом причина того, что подустов пока нет. Но мы ждем и кормим. Это единственное единоверное решение на реке. Кто там? Да, это он, наш подуст долгожданный. Смотрите, какой подуст. Прошло немного более получаса, как мы его кормили опарышем. И вот он пришел и сразу, сразу, сразу просто удолбал фидер. Вот. Поэтому, если рыба не клюет сразу, ничего страшного, нужно кормить и не останавливаться. А там успех придет. Красавчик. Нанимаем крючок, хорошо засел конкретно. Такой маленький монстрик. Давай, плыви, отдохни немного. Ты не хочешь отдыхать? Плыви. Ой, какая поклевка, посмотри. О, папка взял кого-то. Изгиб такой удочки. Конкретно, но рыба небольшая. Неужели опять лезь? Давай. 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 папка завалил леща, ну а с первого заброса кто что хочет поймать, тот уволит, я хотел леща, я пойму леща по-моему кто-то там пахнет, кто-то рубает так, что просто понеслось, понеслась, понеслась ого, что там, такое впечатление, а как так, а и поводка нет, бывает так о, лещик, похоже лещик или густирка, кто там что-то есть подустик маленький, по-моему или езенчик подустик да, малыш какой пошел хопа хорошее, да? вот, повстыли у кого-то что там, что там? ну это уже такой нормальный подустик вот уже как такое бы рыбу на соревнованиях вот 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 полумертвой пинки но это не мешает нам отлично рыбачек малыш что ты скажешь почему так много рыбы и просто клюет в забросе уходу стану нереальное количество мы не можем ничего рассказать клев просто на 3 5 секунд он опять удочка слетает с подставки но мы пока поговорим ой-ой-ой-ой не на потекай по наверное подсекай потому что просто или поводок оборвет или да папка завалил очередного подвести еще кто там лечь пока сегодня по лещам дает папка дает сегодня по лещам 3 за сегодня 2 у папки мирные такие хорошие граммов по 600 700 а мы уже даже в пассачек рыбу не берем мы все равно сразу отпускаем крючок взял так еле-еле да ну слушай он там просто копырсался очень долго отпускаем под лещару ушел очень быстро так а почему лещи клюют от их не было вчера сегодня они клюют а вчера он просто не хотел клевать на день конечно по это не самого ловить но килограммовые подвесты сойдут в бесклевие сама и сильно ветреную погоду мы уже в который день не вышли на сама приехали на десну просто так размяться покидать 200 граммовые кормушки наловили подустов сложно представить сколько за день здесь на килограмм 150 можно поймать легко если умело кормить поэтому друзья в десне рыбы очень много мы это сегодня подтвердили всего-то на всего у нас было горстка корма и горстка опарышей и подусты стали просто стеной поэтому не отчаивайтесь приезжайте на десну ловите рыбу столько же и больше наслаждайтесь рыбалкой выпускайте рыбу ходите рыбу ловите потому что только на рыбалке можно поймать дома ранее да вот тут это главный посыл рыбакам теоретикам ходите на рыбалку наслаждайтесь рекой она такая прекрасная я десну обожаю за ее движение за ее постоянные изменения за то что здесь нет двух одинаковых рыбалок здесь постоянно клюет по-разному даже на будущий день даже на будущий час уже другая рыбалка и другая рыба что делает такую ловлю очень интересной и занимательной ну наша рыбалка завершена с вами был алексей александр страшные до новых встреч на рыбалках не забывайте подписаться на канал страшная рыбалка поставить лайк активировать колокольчик и увидимся уже в будущий вторник до новых встреч пока пока